Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги притчи, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Если пятая была посвящена чужой жене, которую не нужно обнимать, которую не нужно ходить, то шестая это такие хозяйственные наставления. Вот как вести хозяйство? Казалось бы, у нас тут страх Господний, у нас тут праведность, порог, вот такие высокие понятия, но люди гораздо больше интересуются практикой. Вот сегодня, если посмотреть, что люди выясняют, как там починить технику какую-нибудь, как приготовить еду вкусную. И в общем-то ничего плохого в этом нет, потому что жизнь, она так и течет. И, конечно же, главный интерес – это как сберечь свои деньги и не потерять их. Сын мой, если ты поручился за другого, за чужого пороку дал, то на собственном слове ты попался, с собственным словом был пленен. Это есть и сегодня человек, берет в банке кредит, и у него обычно есть поручитель, человек другой, который ответит по его обязательствам, если первый не сможет. В древности, конечно, банков не было, но система точно такая же. То есть ты дал обязательство заплатить по чужому кредиту. Что угодно делай, сын, но избавься. Ибо ты теперь в чужой власти. Падай в ноги, умоляю, не отставай, гони от себя сон глаз, не смыкаясь. Спасайся, как газель от погони, как птица от ловца. Странно, вот только что было про чужую жену, а тут про чужой кредит разве это одно и то же? Да, вот на самом простом примитивном уровне человек, который подписывается на обязательство по отношению к другому, он не свободен. Можно подписаться, поручившись за кредит, можно, соответственно, устроив роман с чужой женой. Но не обязательно смотреть на кого-то еще. Бывает так, что человек сам себя лишает своего дохода. Лентяй, вступай к муравью, поучись у него мудрости. Нет над ним ни вождя, ни начальника, ни правителя, а он с лета запасается пищей и в жатву копит припасы. Сколько можно лежать, лентяй? Не пора ли от сна очнуться? Еще чуть поспишь, подремнешь, еще посидишь, сложа руки, и придет к тебе бедность, как бродяга. Грянет нужда, как грабитель. Как это бедность придет, как бродяга, и нужда, как грабитель? Грабитель все отнимает, вот нужда все отнимает. Если ничего не делать, то наступают эти последствия. Ну что ж, и насилие снова появляется. У негодяя и злодея ложь с ус не сходит. То он подмигнет, то ногой притопнет, то пальцами знак подаст. Очевидно, это про какие-то знаки сообщникам. Когда кого-то обманывают, то несколько человек не могут открыто говорить, их услышат, они тайные знаки друг другу подают. В его сердце порок, в его мыслях зло, раздор он разжигает. За это нагрянет к нему беда, погубит нежданно и безвозвратно. Вот уже пошли такие перечни. Их будет много. Ну, здесь мы встречаем первый раз в этой книге перечень нескольких вещей. Обычно это 3-4 или 6-7. Ну, то есть список открытый. 6, ну, вообще-то 7, а может быть и 8, и 9. 6 вещей ненавидит Господь, и седьмая для Него мерзость. Заночевый взгляд, лживый язык, руки, проливающие невинную кровь, сердце, что замышляет злодейство, ноги, спешно бегущие козлу, лжесвидетель, дышащий ложью, и тот, кто сеет раздоры между братьями. Обратим внимание, что здесь это все вместе, то есть чувства и мысли, да, сердце, что замышляет злодейство, выражение своих эмоций, заночевый взгляд, даже еще не слова, но и язык тоже, например, лжесвидетели, тот, кто сеет раздоры между братьями, это в основном язык, лживый язык, а языке особенно много, 3 вещи, да, руки, ноги, руки проливают кровь, ноги спешат, это уже действие, да, то есть это все вместе. Казалось бы, ну как можно перечислять через запятую мысли, настроения, слова, поступки, ну да, они связаны, то есть хочется сказать, я всего лишь слово сказал, но на самом деле слово один из шагов направления уже окончательного насилия, поэтому Богу они ненавистны в равной мере, хотя с точки зрения, конечно, уголовного кодекса или даже Моисеева закона, естественно, за действие наказания более строго. Сын, храни отцовский завет и не отвергай материнского наказа, носи их всегда в своем сердце, надень, как ожерелье, на шею, пойдешь, они поведут тебя, ляжешь спать, будут хранить тебя, проснешься, заговорят с тобой. То есть смотрите, заповедь это не просто запрет или предписание, заповедь это то, что с человеком может оставаться в любой момент его жизни и даже заговорят с тобой, то есть то, с чем он будет сверять свои мысли, чувства, действия, поступки, слова, да, вот только что как раз мысли, чувства, действия, поступки и слова, которые ненавистны Богу были перечислены, и здесь все более-менее понятно, а вот как сделать так, чтобы было хорошо? Об этом надо думать, и заповедь это ровно то, что вступает в диалог. Это не просто однозначное предписание, это возможность обсудить для себя. Ибо заповедь светильника, а учение свет, а строгое наставление путь жизни. Что такое светильник и свет? Они позволяют увидеть. В этом их ценность, да, вот в темноте ничего не видно, человек не разбирая дороги, сломает себе ногу. А свет позволяет ему понять, куда идти. Вот заповедь это такой свет, это не узкий коридор, по которому тебя гонят, да, вот вправо-влево нельзя, а это скорее свет, который показывает себя, куда ты сам хочешь идти. Ну и снова про женщину. Видимо, очень актуально для людей, для мужчин, по крайней мере, особенно для молодых. Они, то есть заповедь, учение, наставление, они уберегут себя от дурной женщины, от листивых речей чужой жены. Обратите внимание, что эта дурная женщина, это всегда чужая жена, потому что речь идет прежде всего о нарушении чужого брака, не просто о том, что какая-то неподходящая красавица. Там ты сам разберешься, как бы говорит отец своему сыну, которого он здесь наставляет. А вот ситуация с женщиной, которая принадлежит другому, вот ее трогать уже нельзя. Не тревожь свое сердце ее красотой, не пленяйся взмахом ее ресниц. Ведь блудница цена, ломоть хлеба, а за чужую жену заплатишь жизни. Такие странные, может быть, грубые слова, но блудница, то есть женщина, которая продает свое тело, она недорого просит ломать хлеба. Ну, понятно, это ситуация какой-то нищеты. Ну, если уж сравнивать, то смотри, стоит эта услуга совсем недорого, а ты можешь заплатить за чужую жену своей жизнью, когда муж разгневается. Ну, наверное, на это парень отвечает, по крайней мере, про себя. Да ладно, никто ничего не узнает. Можно ли скрыть огонь за пазуху и не подпалить одежду? Можно ли пройти по горячим углям и не обжечь ног? Так, если тем, кто ходит в чужую жене, не останется безнаказанным, кто ее коснулся? То есть, рано или поздно это выйдет наружу. Не строго судят вора, что украл с голоду, чтобы только поесть, а все же поймают, возместит всемир и все свое имущество отдаст. То есть, да, бывают обстоятельства, смягчающие вину, например, когда голодающий человек ворует, но все равно ему придется расплачиваться, причем не только отдавать украденное, но и с лихвой. Не достает ума прелюбодею, готовит он собственную гибель. Побои бесчестия ожидают его и позор несмываемый. Ибо ревность сжигает мужа, и он не пощадит день мести, не согласится ни на какой выкуп, не смягчится, сколько ему не сулит. То есть, здесь вот эта самая чужая жена, она источник опасности по одной очень простой причине. Вот эта шестая глава, она такая вполне земная, у нее есть свои обоснования из этого мира, а не из какого-то будущего или надмирного пространства. Вот в частности, если ты спишь чужой женой, муж ее потом тебя убьет. Что в этом хорошего? Ну что ж, ну, наверное, в каком-то таком очень раннем этапе это самый правильный подход. То есть, нужно объяснить человеку все негативные последствия его поведения. А высокая мораль, она последует где-то потом. И в этой книге она, конечно, последует. Продолжение следует...